Добрый день, уважаемые друзья! Декоративно-прикладное искусство по своему происхождению искусство народное. Народ создает вещи, находит нужную форму и выражение, сохраняет найденную в них красоту, и все свои достижения передают нам наследство. Одним из самых захватывающих и увлекательных занятий является резьба по дереву. Постигнуть азы этого мастерства под силу каждому. Совсем немного времени понадобится для того, чтобы освоить это благородное мастерство и начать создавать восхитительные творения. Такие изделия долговечны, красивы и практичны. Соответственно, им найдется место в любом доме. Отдел документов по экономическим, техническим и сельскохозяйственным наукам продолжает знакомить вас с творчеством наших талантливых земляков, мастеров декоративно-прикладного творчества. И сегодня у нас в гостях член народной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства творческого объединения народных умельцев вдохновения Владимир Иванович Герасимов. Он достаточно талантливый человек, увлеченный своим делом, создает прекрасные работы, в которых вы сможете убедиться сегодня, посмотрев этот ролик. И мы хотим побеседовать и узнать, каковы же секреты мастерства, «Что нужно знать, чтобы овладеть резьбой по дереву?» Мы передаем слово Владимиру Ивановичу. Здравствуйте, дорогие друзья! Дерево, почему? Потому что это основа всей нашей жизни на нашей планете. Это и пища, это и кислород, и вся наша промышленность. Первый мой наставник – это, когда он учился, наш педагог Салькова на Лиге Орегина. В основном скульптура и плоская резьба, ну а вообще-то я все использую. Техники как основы, если что-то не знаю, я учусь. Учиться никогда не поздно. Ну вот такая объемная резьба. Ну, правда, больших скульптур у меня нету здесь с собой в студии. А и большие скульптуры делаю, и маленькие, и предметы быта. Все, где можно использовать древесину, все делаю. Начиная от маленьких нецек и даже огромных, там, даже, может быть, беседку декоративную такую резную, там вот, и что-то такое более объемное. Для меня главное, чтобы была работа радостная, то есть улыбка, радость жизни, радость веселья, радость нашего мышления. В общем, все, что радует душу и тело человека. В основном, конечно, у меня скульптура, предметы бытовой техники, потом, просто рельефная резьба. Вот такая тематика у меня в последнее время возникла. Вот на тему антивоенную, вот наш Алеша Попович, наш богатырь, вы знаете его все, и вместо копья у него ключ, ему, хватит воевать, давайте делом заниматься, то есть мирную жизнь налаживать. Ну и потом сейчас я работаю в Больском саду над тем, чтобы облагородить наш сад, чтобы люди, приедя туда, могли увидеть не только красивые деревья, но и культуру нашего быта, то, чем мы живем, нашего русского быта. Вы знаете, для этого много не надо, главное увидеть именно то. Дерево, оно само вписывается, только надо, стоит чуть-чуть подчеркнуть, добавить своего творчества, таланта и все. И оно, вы знаете, прекрасно смотрится во всех своих жанрах, во всех своих ракурсах и положениях. То есть дерево, оно такое, что оно не требует каких-то суперзнаний. И это, оно даже подчеркивает само, что надо делать из него. Вот хотя бы взять, например, вот эти вот досочки. Вот просто видите, такой раз, сучок, и вот уже готовое. Чуть-чуть потягнул, и оно уже вроде как сворится красиво. План у меня на будущее только где работать, работать и еще раз работать. И сейчас, я же говорю, уже в Батыринском саду работаю над тем, чтобы облагородить площадки наши для отдыха наших жителей города нашего, и не только города, и наших гостей. Вот. Ну, вы знаете, тут секретов больших нету. Главное – желание и терпение. Если есть желание, то будет и терпение, то и усилие, чтобы работать. И тогда получится все. Уважаемые друзья, сегодня у нас состоялась творческая встреча с мастером резьбы по дереву Владимиром Ивановичем Герасимовым. Мы благодарим Владимира Ивановича за ту возможность познакомиться ближе с его творчеством, увидеть его работы. И в это нелегкое время хотим сказать о том, что этот труд созидательный. Пожелать всем мира, добра и процветания. А Владимиру Ивановичу мы желаем творческих дальнейших успехов. Спасибо вам за приглашение. Хочу тоже прожить всем мирное дело. И приглашаем посетить отдел документов по экономическим, техническим и сельскохозяйственным наукам библиотеки имени Крупской, чтобы еще глубже познакомиться с мастерством резьбы по дереву. Узнать, что это за творчество, как это делается. Узнать все азы и усовершенствовать свои навыки. Приглашаем вас к нам в отдел. Спасибо за внимание.